Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И в этот раз мы разберем историю, как быть с внутренним критиком. Потому что многие люди живут с этим критиком, и он их постоянно гнобит, долбит, критикует, говорит, что это не так, ты вот такой, сякой, а если бы ты тогда, но вот сейчас. Понятно, что это история из детства, но что конкретно делать в таких случаях? Первое. Как и во многих других случаях, мы в таких историях собираем этого внутреннего критика, который размазан по дню, и, условно говоря, упаковываем его в какое-то одно время. Вот здесь лучше всего давать ему время в первой половине дня, желательно утром. То есть буквально вы приглашаете его, как будто он должен читать вам лекцию, вы приглашаете, садитесь, ну давай, что там у тебя есть? И начинаете конспектировать, просто конспектировать, записывать все то, что он готов вам вывалить. Да, в это время могут быть сильные чувства, да, это может быть неприятно, но ваша задача выслушивать, как будто вы на этой лекции, и фиксировать, и ни в коем случае, вот что важно здесь, не надо ни оправдываться, ни объяснять. Нет, подожди, ты не прав, потому что сколько бы вы доводов не нашли, у него всегда будет хотя бы на один больше, и он все равно вас подавит. И вот вы даете ему время, выплескиваете все, что у него было, фиксируете. Ну что, все закончил? Закончил, отлично. И второй важный момент. И потом в течение дня, как только он поднимает голову, пытается вас опять как-то покритиковать, погнобить, вы делаете вот что. Вы его пресекаете, прямо так и говорите. Нет, не сейчас, у тебя будет специально отведенное для этого время. И повторяете это столько раз, сколько надо, чтобы пресечь его попытки дать о себе знать, ну скажем так, в неположенное время. Таким образом вы сводите весь этот внутренний диалог, который вас критикует, уничтожает. В какое-то одно отведенное время он привыкает проявляться только там, и остальное время дня становится свободнее. И так, со временем вы уменьшаете величину, размер, интенсивность этой критики. Он становится, ну скажем так, уже не критиком, а таким нормальным советчиком. И не особенно докучает вам. Вот этот прием, который помогает взять внутреннюю самокритику и уничтожение под контроль. Пользуйтесь.